Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Наталья Кириченко. И тема моего сегодняшнего сообщения это применение плазмы Эндорет в лечении осложненной фиксированной токсикодермии. Итак, пациентка обратилась в середине мая прошлого года с жалобами на длительно незаживающую рану, на боли и жжение, на отделяемое из раны неприятного запаха и резкое снижение качества жизни в связи с этим процессом. Из анамнеза я выяснила, что в марте прошлого года она получала антибиотикотерапию, которая была назначена дистанционно семейным доктором. И доктор профилактировал осложнение возможно протекаемой COVID-инфекции. Через несколько дней после применения антибиотиков у пациентки возникло жжение, уплотнение тканей в межъягодичной складке. Еще прошло несколько дней, появились пузырьки, пузырьки лопнули, начало собираться гнойное содержимое, и пациентка спасалась домашними средствами, как могла. Она применяла фукорцин, маслевомиколь и еще множество препаратов, названия которых она не смогла вспомнить у меня на прием. И вот что я увидела на приеме, то есть спустя 2 месяца после начала процесса. Я увидела большой дефект тканей в средней трети межъягодичной складке. Увидела очень красно-багровый край плотной язвы. Дно язвы было покрыто гнойным содержимым с неприятным запахом. Ну, с этого момента мы начали лечить в соответствии с принципами введения гнойной раны или гнойной язвы. Применяли, чистили язву от гнойного налета, применяли антибиотики в виде кремов, мазей, антибактериальные присыпки, применяли препараты серебра. И когда у нас получилось почистить рану, она стала чистая, мы перешли на эпитализацию. То есть был применен салкосерил гель, а впоследствии салкосерил мазь. Я работала так с пациентом в течение пяти месяцев. И на каком-то этапе, вот в ноябре месяце, я поняла, что у нас динамика остановилась. Пытаясь все-таки как-то помочь пациенту, мы попробовали применить плазму НДРФ. Было принято решение сделать первую процедуру по всем правилам. То есть жидкая часть плазмы вводилась, жидкая активная часть плазмы вводилась интрадермально и субдермально. Субдермально вводили таким образом, чтобы зацепить край язвы. И, конечно же, в конце процедуры это все накрывалось маской, которая содержала плазменный фибрин, для того, чтобы прикрыть центр язвы и работать с центром. Почему вот мой выбор пал на плазму НДРФ? На сегодняшний день в моих руках есть два инструмента регенеративной медицины. Это полинуклеопептиды и плазма. Я выбрала плазму, потому что делала ставку на факторы роста и потому что делала ставку на то, что плазменный фибрин прикроет такой обширный дефект ткани. Потому что плазменный фибрин является самым лучшим биоматериалом для таких обширных дефектов. Какие свойства факторов роста мы использовали? Пролиферация, дифференциация клеток, антибактериальное свойство, антимикотическое свойство и самое главное это свойства ангиогенеза. Ну а какие свойства плазменного фибрина? Конечно же это возможность работы с центром язвы, это закрыт дефект обширный и все мы помним, что плазменный фибрин является прекрасным стимулятором эпидализации. Провели первую процедуру и пригласили пациентку показаться через 2 недели. Через 2 недели увидели вот такой результат. Водушевились и пригласили пациентку на вторую процедуру. А вот фотография, где видно динамика после первой процедуры и спустя месяц после второй процедуры. Делаем вторую процедуру абсолютно все так же, как и в первый раз. И приглашаем пациентку через 2 недели опять на контроль. Еще больше воодушевились и ждем пациента на третью процедуру. Третья процедура так и не была произведена. Но пациентка любезно согласилась приехать к ней домой и сфотографировать место, которое мы лечили спустя 2 месяца после последней процедуры. И вот такой фантастический результат мы получили. Уважаемые коллеги, если вы имеете ко мне вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Спасибо.